Слушай, бро, что-то вожатая не слышно. Время уже завтрак, я сейчас в голоду помру. Пошли к девочкам спросим, может она к ним заходила, а к нам забыла. Девочки, девочки, а вожатая не было, кушать уже хочется. Мальчики, вам только пожрать. Пусть не приходят, я хоть сериал досмотрю. Я подружкам письмо допишу, а я книжку дочитаю. А вам реально, только кушать подавай. Пожрать, как грубо. Я так говорю, покушать хотелось бы. Эх, девочки. Вот-вот, вообще-то у мальчиков растущий организм, и нам нужно много пищи. Ребята, ребята, слушайте, вы мой свисток не видели, а? Все утро обыскала, весь лагерь обошла, нигде нет свистка. Вам это, на завтрак пора. Лагерь завтракать. Спасибо, мальчики, спрятать ее свисток была отличной идеей. Ух, теперь мне так страшно ждать подъема, когда она свистеть будет на весь лагерь. С этим колокольчиком даже прикольно. Ну что, пойдемте на завтрак. Девочки, девочки, а как там дела с яйцом? Уже кто-то вылупился? Хотелось бы посмотреть. Вон она стоит. Не вылупляется никак, самим интересно. Подделка какая-то. Может, там и нет никого внутри, а мы ждем кого-то. Кстати, да. Может, его просто кто-то выкинул, раз мы нашли его в бассейне бесходном. Жаль. Давайте еще подождем немного. Так и ждем, куда его девать. Тем более, любопытство все равно побеждает. Мне кажется, внутри там точно кто-то есть. Ой, точно. Хочется уже и поесть. Так, что тут у нас в комнате у мальчиков? Одна двухъярусная кровать. Местечко бы еще. Ой, диван есть. Нет, на диване нельзя детей располагать. Меня заведующая лагерем. Наругает. Куда ж мне новенького-то поместить, а? Сегодня приезжает еще один мальчик. Ой, будет пора внутри девочки и три мальчика у меня в отряде. Здорово. Так куда ж его поселить-то, а? Да. Кровать влезает только так. Но стой уже, он спать не может. Ой. Головная боль. А что, если мальчика поселить к девочкам? Ну, а что такого? Посмотрю, у них местечко. Так, здесь не влезет. Здесь притык все. Ой, как тесновато у нас, а? О, а это что за ерунда? Фу, какая гадость. Что это такое-то? Какая-то розовая скорлупа. Фу, там что-то такое. Вот что они делают в детском лагере. Откуда они это притащили? Если это выкинуть, сюда как раз влезет еще одна кровать. Отлично, так и сделаем. Ну вот, смотрите, в аккурат. Здравствуйте, я новенький. Мне сказали в этот корпус. Где я могу разместиться? Привет, уже приехал что ли? Добро пожаловать к нам в детский лагерь. Попал туда, но этаж не тот. Уф, в комнате у мальчиков места нету. Ничего, если я тебя к девочкам поселю, а? Это ненадолго, мы потом обязательно что-нибудь придумаем. К девочкам? Слушайте, да не хотелось бы. А что, у мальчиков совсем-совсем нет места? Может, я на диване посплю? Да я тоже уже так думала. Ладно, ты пока здесь располагайся у мальчиков. Я пойду до заведующей. Узнаю, можно ли вынести этот диван и поставить сюда кровать. Ну или тебя на диване расположить. Что-то из этого. Короче говоря, располагайся давай. Скоро ребята завтрака придут, ты уже на обед только успеваешь. Ну что я себе выдумала? В комнату к девочкам меня, я что, рыжий что ли? Так, где я могу тут расположиться? Все-таки займу диван. Снимаем мою упаковочку. О, подсказка выпала. Джинсы и корона. Не понял, я что, принцем стал что ли? Хе-хе, когда успел-то? Ну вот, уже что-то показалось. Что мне там мама с собой положила? Бутылочка для воды, отлично, она мне пригодится. А что у нас здесь? О, мои любимые кроссы. Вот и верхний сюрприз. Что же там? Вы не поверите, да я реально принц. Ну мама, не могла какую-нибудь попроще мне одежду в лагерь дать, чтобы меня не выдавать? Ну здорово, еще и ленту положила. Хорошо хоть корону не дала. Я хотела быть в лагере на общих основаниях. Не как принц, а как простой мальчик. А мама? Ну что ж, давайте знакомиться, я из Глэм-клуба. Хис Роял? Хайней. Я не понял. Мне мама что, штаны не положила что ли? Ааа, как я буду-то? Фу, нет, вот они. Сразу не могла сказать. Я тут кровати передвигала, таскала, решала что-то. Ой, привет, ты уже тут освоился, смотрю. Переоделся, я не поняла. А ты что, принц у нас что ли? Здравствуйте. Да, я захотела в обычный лагерь. Чтобы подружиться с ребятами. Отлично, молодец. Так, я тут все порешала, ты можешь спать на диване, если что. О, отлично, спасибо. Фу, хоть не с девочками. Девочки, я не поняла. А что здесь делает еще одна кровать? И где наша чаша с яйцом? Какой ужас, украли. И не говори, как и не увидели, кто там вылупится. О, привет, а ты что здесь делаешь? Привет, я новенький в вашем лагере. Меня сюда определили. Ха, привет, круто. А ты что так вырядился? Сегодня балмаскарад что ли в лагере будет? И ты типа принц, да? Ребят, слушайте, ну типа да. Принц я есть. Только я не хотел никому показывать. А мама положила мне с собой эту одежду. Парни, у вас не будет во что переодеться, а? Так не хотелось бы себя выдавать. Так мне надоело эта царская, принцарская жизнь. Хочется посмотреть на обычных ребят, с вами подружиться. О, ничего себе. Да найдем что-нибудь, не волнуйся. Мальчики, мальчики, у нас яйцо пропало. Яйцо. Как это пропало? Да кому оно нужно? Куда оно могло деться? А мы знаем. Мы пришли в комнату после завтрака. Там вместо чаши с водой и яйца стоит кровать чья-то. К нам, наверное, новенькую привезут. Слушать точно я не подумала. Значит, должна вожатая знать, куда она нашу вещь делала. Привет, девочки. Слушайте, эту кровать мне оставили, потому что здесь в комнате у мальчиков не было места. Но потом вожатая сходила к заведующей и мне разрешили спать вон там, на диване. Поэтому не волнуйтесь, к вам никого не подселяют. Ой, привет. Как-то сразу тебя не заметили. Фу, а что это на тебе? Бескусица какая. Значит, из-за него выкинули наше яйцо. Причем зря. Вожатая. Парни, а что за яйцо-то? Только заехал, уже на меня все обиделись. Я ж не виноват. Да ладно тебе, это ж девочки. Сейчас поволнуются и успокоятся. Главное найти яйцо. Мы его в бассейне обнаружили. Оно, короче, розовое и огромное. Мы его неделю выращивали. А она, наверное, его выкинула. Ну что за крики, что за крики, что вам нужно? Новенький, что ли, обижает уже? Нет, вожатая. У нас в комнате стояла ванночка с водой. А в ней яйцо было. Куда вы его дели? А, так это яйцо, что ли, было? Я сразу не разобрала. Там, короче, оно все поломанное. Из него что-то вылезло. Ну, я как мусор ее выкинула. Там, где-то за площадкой. Оно вылупилось, слышали? Оно вылупилось. Пойдемте скорее на площадку. Я надеюсь, оно еще там. И я тоже надеюсь. А то мне у них прощения не заслужить будет никогда. Из-за этой кровати. Слушай, новенький, а ты что так вырядился? Сегодня у нас что, пал маскарад? А мы и без костюмов. Хоть бы нас предупредили. Да нет, девочки, вы что не знаете, что ли? Это же... Тише, тише, заведующая. Пал маскарад. Думал я, что будет. Вот и вырядился. А мне вожатая сказала, что не будет. Не сегодня. В конце смены только. Сейчас я скоро переоденусь. А? Ладно, ладно, да. Так все и было. Какое же оно тяжеленное. Еле донесли. И как вожатая его вынесла. Смотрите, у нас кто-то вылупился. Кто-то большой и розовый. Ха-ха, ничего себе. Мальчики, ну так нужно же его вытащить. Ага, сама умная, сама и тащи. Я боюсь что-то. Вот-вот, вдруг он мне руку откусит. А давайте я вытащу, помогу вам. Какой же этот новенький смелый. Вот, смотрите. По-моему, это детеныш фламинго. Он еще слишком маленький и неокрепший. Розовый фламинго, точно. Ай, какой же он здоровский. Розовый, розовый, пушистый, пушистый. Мелкий, мелкий плюшевый пух. Слушайте, а что же мы с ним делать-то будем? Ну да, нам его не вырастить. Нужно позвонить в ветеринарную службу. Вдруг они его куда-нибудь определят. Например, в зоопарк или в какой-нибудь природный парк. Где такие же, как он есть. Точно, отличная идея. Сейчас посмотрю в интернете, что у нас тут рядом есть. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Доринелка. 80% смотрят нас без подписки. Нам так обидно. И не забывайте, что у нас есть еще на Рутюб и на Яндекс Дзен каналы. Заходите, мы ждем вас и там. Пока-пока.